всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поговорить о таком частом вопросе многие спрашивают как в лоджике посмотреть сколько времени занимает проект что для этого нужно сделать и так далее на самом деле все очень просто по умолчанию нас лоджик работает в тактовой системе то есть линейка вверху который отвечает за время проекта она у нас показывается в тактах ну соответственно вы понимаете что чем быстрее темп тем короче так по времени чем медленнее темп тем так длиннее то есть в секундах в минутах так ты скажем так постоянно меняется зависимости от темпа вот чтобы увидеть этот тайм код собственно то есть время в минутах и секундах нам нужно зайти в закладку view и включить вот этот пункт секунду руль либо включить просто нажать точнее вот эту горячую комбинацию клавиш то есть control option command r очень удобно прям в ряд то есть можно нажать и вот вас запускается дополнительная линейка и в таком режиме гораздо удобнее работать я частенько включаю чтобы особенно уже на таких финальных стадиях аранжировки чтобы понимать что трек не слишком длинный или наоборот не слишком короткий это как бы первое скажем так при преимущество такого метода двойной линейки но еще второй вариант это когда вы например хотите послу понять сколько длится например припев допустим я вот начиная с 33 так то по 49 вот идет припев я хочу понять сколько у меня длится он по времени ну допустим меня спросили вот для ролика нужен припев вот по месяц или он там в какой-то тайм код если у меня линии не включена то есть это дополнительная полоска временная то когда я например делаю цикл нет это черное окно подсказки просто показывает длительность в тактах сейчас же я когда я включил эту линейку я могу посмотреть собственно сколько у меня по времени занимает то ли на часть у меня посередине вот написано length длительность написано 16 актов они же написано 31 секунда то есть у меня длится вот этот вот эта часть выбранная тридцать одну секунду это очень удобно то есть можно быстро замерить какую-то часть не слишком ли она длинная слишком короткая и таким образом уже примерно понимать сколько то все будет длиться то есть очень удобная функция сайта тоже и пользоваться и она работает именно когда включена вот эта дополнительная линейка теперь вообще давайте просто расскажу о собственно линейках бывает такое что вы работаете не в привычном понимании с музыкой и с композицией как мы обычно это делаем а например вы работаете с озвучкой для видеоролика или для фильма и там вам в первую очередь важны именно секунды и минуты они такты и так далее именно важно расставить какие-то звуки щелчки там шум улицы ну что угодно то есть обычная такая работа по озвучке видеоряда и в таком случае вам так ты так таковые особо не нужны вам нужна больше именно линейка вот это вот временная что можно сделать можно зайти в настройки проекта project settings здесь есть дженерала закладка и прямо здесь стоит по умолчанию всегда галочка use musical grid то есть использовать музыкальную вот эту сетку и здесь написано что основная основная эта линейка будет показывать такты и удары вот то есть соответственно у нас будет использоваться первую очередь тактовая линейка и битова линейка если эту галочку убрать тот мы видим что у нас все меняется у нас меняется отображение линейки и теперь у нас все показывается здесь в секундах то есть это ли не вертикальные теперь линии у нас по секундам иду то есть вот я могу выделить одну секунду вторую секунду и так далее и мы видим что это окно подсказки тоже поменялось теперь она основные значения выдает в секундах минутах а уже как дополнительные показывает такты почему я могу всегда эти такты отключить и замерять только вот секунды то есть сейчас я провожу и вижу только минутное секундное время то есть это очень 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 удобно для тех кто не работает прям с музыкой в таком привычном тактовом понимание а работает именно больше с секундами то есть когда нужно примут каждой секунды как говорится на счету и нужно прям подстраиваться то есть это опять же первую очередь при работе с видео очень полезно но либо например вам нужно обрезать какой-то минус вам закидывают дают минус скажет там обрежь мне там с 15 секунды там по 40 например и вы просто также включаете линейку вот так там вставляете этот трек до самого начала и отрезаете прям с 10 секунды потом какую-то роковую то есть тоже очень удобно потому что в тактовой сетке это было бы не так удобно не совсем понятно где это 10 секунда здесь же все прям понятно что вот она 10 секунд начинается отсюда и вот там до какой-то там до 18 вы четко можете обрезать конкретно конкретный файл то есть но как бы способов применения этому много вы можете уже сами там своей практике подстроить просто хотел чтобы вы знали эту полезную функцию чтобы и пользовались потому что периодически задают вопросы как переключаться и вообще как это использовать вот собственно я постарался в этом видео максимально этот вопрос раскрыть ну что ж у меня на этом все в этом видео увидимся с вами в следующих уроках с вами был дмитрий урсул всем успехов творчестве всем пока урсул всем пока